Друзья, вы спросите, что за повод, что мы на улице тут сейчас роллы кушаем? Дело в том, что сегодня у моей Танюши день рождения. Родился человек на свет, мы отпраздновали, но проходит 20 лет, 30 лет, 40 лет, и каждый год мы празднуем этот праздник. То есть, представляете, какое это событие, когда человек приходит в мир, что мы каждый год об этом вспоминаем. Класс! Ну что, дорогая, с днем рождения тебе! Спасибо! Время очень быстро прилетело, и уже почти вечер, да уже вечер, короче. Но мы еще сейчас поездим по магазинчикам, хочу Танюше подарок купить. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, мы продолжаем праздновать день рождения Вики и Тани, и вот мы сейчас тут будем готовить шашлык. Но расскажу вам один очень полезный лайфхак. Вот бывает, вы хотите, чтобы разогрелся уголь быстренько, но не получается. Ну вот, мангал разгорелся. Так что, друзья, у кого есть дрон, вот такой классный лайфхак. Не благодарите. Дедушка, где можно? Нет, Леша, привет. Это же лес, когда можно забрудиться, да? Да. Стараемся гулять каждый день. Обычно это такие загадочные вставочки нашей дороги, но я перебью ее своим голосом и покажу вам кое-что прикольное. Тут лежат мои конспекты, вот эта вот поделочка прекрасная, а это значит, что я еду, ну, точнее, мы едем на учебу. В общем, завтра у меня первый экзамен, и я готова, как видите, экзамен у меня по методике преподавания технологии. Вот, а сейчас мы едем в Липецк, и ночевать мы будем у наших друзей. Мы едем сейчас на одну ночь, завтра сдаем и возвращаемся домой. В этот раз сессия такая, день сдаем, три дня отдыхаем, день сдаем, пять дней. Ну, как отдыхаем, там семинары, лекции, но я буду приезжать только на сдачу, так как... Ну, вы поняли. Мы переночевали у друзей, теперь едем на экзамен, я уже достала свой пропуск. Осталась минута, а мы все светофоры красные собрали, так что сейчас буду бежать. На, пока, сынок. Ну что ж, друзья, Танюша освободилась, и мы тут уже сделали все дела по Липецку и едем домой. Но перед ездом мы еще заехали в Атоми Центр. Это интернет-магазин, где мы работаем с Танюшей, и там у них в магазине очень классные, качественные товары. Мы очень любим, все тут заказываем, все товары для дома, для ухода, для красоты. Вот мы как раз забрали тут две посылки для родных. Это получается BB-крем и омега-3. Так что, друзья, кому интересна вот эта продукция, то пишите нам на почту, и мы вам все расскажем, покажем. Ну что, как настроение? Праздничное и волнительное. Я до последнего не волновалась, а как увидела себя в зеркало, осознала, и все, волнение пришло. Поехали. 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 Друзья, прошла роспись, но это еще не свадьба, не основная церемония. Просто им нужно заранее там поменять документы, потому что смена фамилии и все такое. Ну, привычное дело. Я даже слов не могу подобрать. Ощущение какого-то нового статуса уже появилось. Что-то поменялось, и любовь возросла, да? Вот немножко поснимали видосики в парке, и фотографии для Love Story, и пригласительных на свадьбу. И то умудрялись, кто-то приходил, долбился в дверь до победного. Пока я не открою, скажу, мужик, читай. Сегодня у нас двойной праздник, День защиты детей, и 9 месяцев нашему младшенькому сыночку-новинчику. Вот, и так что мы сегодня едем праздновать сразу два этих праздника. Благо, что нам ничего организовывать не надо, потому что администрация города Явца уже... Ой, у меня все это время голова срезана. Вы, конечно, простите, я все заново говорить не буду, надеюсь, вы все поняли и без моей головы. Администрация города Явца уже организовала замечательный праздник для детей сегодня, и мы едем туда. Хочешь на аттракционы? Хочу. Ну, конечно. Вот, будут там какие-то концерты, какая-то программа. В общем, поедем, сами все посмотрим. Согласен. 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 Друзья, короче, классно провели время с детьми и дети тоже. Ну, самое интересное, что по прогнозу погоды обещали, что будет все время дождь, краса. Весь день обещали, причем стопроцентной вероятности. Солнышко, плюс 20 градусов, как видите. Ну, вы не видите, конечно, мы видим. Друзья, как видите, мы уже приехали домой, и Танюша тут сейчас вся в учебе. Дорогая, желаю тебе скорости в учебе. Спасибо. Скажете вы, что мы слишком много гуляем в этом влоге, но на самом деле мы очень любим прогулки и всем советуем. Это очень соединяет, объединяет, особенно когда с семьей. А что еще делать, в какую погоду? Дома, что ли, будет? Конечно, торчать на улице. Вот и торчим. Кстати, дорогая, ты сегодня очень прекрасно выглядишь в этом платье. Спасибо. Мне нравится. Платье, как тебе здесь, нравится? Мне нравится. А я увидела там еще динозавра. Настоящего? Да. Только не настоящий, он у меня еще стоит. Платье, да? Платье, да? Да. Итак, друзья, мы сейчас находимся в церкви. И будем сейчас тут заниматься одним интересным делом. Выкапывать яму. Дело в том, что мы решили сделать баптистерий для крещаемых и уже заказали бассейн. Кстати, вот он. Ну вот, друзья, уже выкопали яму, залили уже низ и осталось только стены выложить. А потом будут ставить уже вон бассейн. Но это уже без нашего участия, потому что в этот момент, скорее всего, мы будем уже в Латвии. Мы снова в Липецке. Снова меня Илюша везет на учебу. У меня сегодня экзамен. И помимо экзаменов за эту сессию, мне еще накинули сверху 12 сдач, там, зачета и экзаменов тоже в перемешку. По индивидуальному плану. И дали мне это все только сейчас, предпоследнюю мою сессию. И сказали, вы что, не знаете, что у вас индивидуальный план, вы ничего не сдаете? Ну, я просто переводилась несколько раз и накопилась там всяких экзаменов. Я говорю, мне ничего не давали. И самое главное, что я приходила к ним в прошлую сессию, в позапрошлую сессию и спрашивала, есть ли у меня индивидуальный план. Мне сказали, нет, не переживайте. А сейчас на меня еще с наездом таким, что вы не сдаете? Жесть, скажете вы. А я вам скажу, жесть. Вот, ну, как-то надеюсь, с Божьей помощью все получится. Все, разумеется, невозможно выучить. Вот, ну, пытаюсь, пытаюсь что-то делать. Друзья, поели мы в столовой студентеской. Кстати, очень недорого и вкусно. Танюша уже освободилась, сдала экзамен на пятерку. Молодец. Думала сегодня долги сдать. Каждую неделю приезжаю, думаю, ну все, сейчас точно один-два сдам. И преподаватели у них то госы. Сейчас там два преподавателя, которые мне были нужны, у них там чайпитие вообще после госэкзаменов. Им всем не до меня. Короче, назначили на следующей неделе. Ну, надеюсь, что на следующей все получится. Глогер хочет монопод взять. Друзья, короче, решили мы устроить молодежку нашу на улице. Разожгли тут мангал, сейчас будем шашлык готовить. А новинчик наблюдает за огнем. Возможно, вас заинтересует, что за повод. Но на самом деле все очень просто. У меня завтра день рождения. Кстати, еще один шашлычный лайфхак. Смотрите, вот у меня в руке соль. И вот перед тем, как уже ставить мясо на мангал, мы всегда посыпаем на горячие угли соль. Для того, чтобы пламя не шло. Или, знаете, часто бывает просто мучаются с водой, поливают огонь. А тут соль в помощь. Слышите, как трещит? Это все соль. Наступил следующий день, который посвящается вот этому молодому прекрасному человеку в кепке. Привет. Тебе 29 лет. Ой, друзья, почти тысячи, аж не верится. Но ощущай себя намного моложе, чуть ли не подростка. Мы приехали всей нашей дружной большой семьей, точнее, тремя семьями, почти тремя. Наш любимый сафари-парк. Сафари-парк называется? Ну да. Кудыкина гора. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 отметили день рождения Леончика. И даже мы с Викой и Илюша тоже там пару раз покатались на тарзанках, на горках, на ватрушках. В общем, на батутах попрыгали. Мы вообще полном в восторге. И празднуют день рождения теперь только там. Это такое классное место. Ну, вы видели, там есть просто всё. Всё. Абсолютно. В общем. Поехали! Ну вот, и отпраздновали день рождения Леона. Да, не меня. Меня. С днём рождения, Леон. Ты доволен? Да, доволен. Класс праздник? Класс. А что тебе больше всего понравилось? Играть в зимний парк и купаться в ботине. А в бане париться понравилось? Понравилось. Хочешь еще сюда приехать? Хочу. Перед тем, как домой поехать, мы заехали по пути в ещё одно место. Это немецкая пекарня. Тут работают наши друзья и решили тут посмотреть, как у них дела. И заодно может купить хлеб. Ага. Коржах в клепе? Есть вот лук, вот только всего кусочек. Спасибо. Всего кусочек. Вот он так называется. Такой. Угу. Что мы купили. На самом деле не такая уж глобальная распаковка. Но мы там взяли цельный зерновой хлебушек. Он такой маленький, но тяжеленький. Вот такой, типа, чиабатта с луком. Вот пока везли, вся машина этим луком пахла. Коронные. Это мой самый любимый торт, который называется «Молочная девочка». Вот эти вот коржи, да, вот эти тоненькие такие. Кремчик. Всё, надо есть. С днём рождения тебя, с днём рождения, Леончик. Ура! Обязательно. Тебе самый первый большой кусок. Ммм, это немножко другой крем. И коржи тоже. Но всё равно вкусно. Давай. А-а-а! А-а-а! Ням-ням-ням-ням. Как мне ему не дать? Вот как? А-а-а! Развью, я-а-а! Кстати, друзья, вот вам идея, что можно подарить ребёнку. Очень классная тема. Ну что, Танюша, отгремели мы. Угу, класс вообще. Денёк. А-а-а! Угу. 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 Вкуснятина, да. Даже у новина слюнки текут. Ты долго завела, да, до этого тянула? Я не знала, что мне конкретно вот в другой заболит. Таня, ну ты помнишь, помнишь, я тебе помню. Я тебя изображала. А сейчас мне хочется... Очень классно общаемся, собрались с семьей, мы в гостях, нас пригласили. Разговаривайте, разговаривайте. Накормили, очень вкусно. Да, очень вкусное получилось у нас блюдо. А ещё, кстати, у нас была фотосессия на днях, и вот как раз мы тут рядом сидим с фотографом. Вот оставим её инстаграм, так что, кто живёт в Липецке, можете обращаться. А также подписывайтесь на наши инстаграмы, потому что там мы выкладываем то, что не выкладываем здесь, например, как фрагмент из фотосессии. Видите, смотрите, ты посмотри на маму. А на меня? Да, ничего. А так вот, друзья, сейчас прекрасный вечерок, тепло. Но это классно иметь друзей. Ты кого-то поддерживаешь, тебя поддерживают. И такова жизнь, что вот мы все зависим друг от друга. Аминь. По-другому не скажешь. Лучше не скажешь. Да. Давно Танюша здесь не бывало. Она говорила, что здесь вообще ничего интересного. Но, а как оказалось, этот парк очень сильно развился. Очень ожил. И тут такие постройки, всякие отели, кафешки, аттракционы. И всё вот смахивает на какой-то курортный город вообще. А погуляться мы решили не только потому, что в этом влоге мы часто гуляем, и мы любим гулять, а потому что мы уже последний день в Липецке. Завтра уже последний у тебя зачёт или экзамен. Что там будет? Экзамен и три зачёта. А после этого мы уже будем отправляться в Елец, а потом в Латвию. В общем, тут так здорово, что до сих пор уходить не хочется, уже стемнело. Как тебе здесь? Здесь как на море, как в Анапе, как на курорте. Я тоже самое сказала. Тоже самое сказала? Да, я тоже сказала, что турор. Но больше, чем по дороге, если я... Сейчас заступлюсь за всех. Ну что, я закрыла сессию. Ну, у меня, конечно, осталось ещё три, можно сказать, долго. В принципе, уже, ну, дело за малым. И осталась одна сессия, и я закончу. Я закончу, наконец-то. Это была самая сложная сессия за все годы моего обучения. Не просто потому, что сложно сдавалась, а потому что по количеству предметов она переплюнула все сессии. Это восемь экзаменов, один простой зачёт и один зачёт с оценкой. И я всё сдала без троек. Я в хорошем смысле в шоке со своей супруги. 20 предметов за месяц. Казалось это всё нереальным, но ты справилась, молодец. Буду я отдыхать теперь до зимы. Отдыхать, списать диплом и учить вот эти три оставшихся моих долга. Но я рада. Это у нас сборы, друзья. Друзья, мы завтра уезжаем. Дай помогу тебе. Очень хочется спать. А ещё сборы. Это было прекрасное. И то же самое время, такое сложное время, эти два месяца, да? Сложное перемешку с прекрасным, и получилось супер насыщенно. Но то, что предстоит дальше, вот то, что сейчас мы поедем в Латвию, мы будем там всего месяц, но там предстоит нам ещё более насыщенные дни и события. А какие вы узнаете в следующем влоге? Дум-дум-дум-дум. Продолжение следует...